Я увидела статью, заголовок такой. Волочкова спела с детьми и нарвалась на критику. О чём же здесь говорится? Я так мельком прочитала. Ну вот я послушала песню, как она выступает с детьми. Они ей подпевают. Волочкова никого не трогает, никому не лезет. Вы сами, господа, напросились к ней в друзья, в инстаграм, подписались на неё. Для чего? Чтобы описать ей гадости, она вас не трогает. Не трогает вас. Она занимается своей жизнью. Вот вы пишете, Настя, вы бы лучше со своей родной дочерью лето проводила. Господа, а вы хоть в курсе, что девочка изъявила желание жить с отцом, потому что школа, куда она ходит, находится рядом с его домом. И она не захотела ездить через всю Москву в эту школу. И она живёт с отцом. У Волочковой со своей дочерью хорошие и прекрасные отношения. Они общаются. Кто дал вам всем право лезть в её личную жизнь? Кто дал право, сидя на диване, подписаться на её инстаграм, полезть к ней в друзья, чтобы писать гадости, вы ищите соломинку в её глазах. А вы найдите бревно в своём глазу. Посмотрите, где ваши дети находятся, как вы относитесь к вашим детям. Вы забавляете ваших детей? Что вы лезете к Волочковой со своими советами, гадостями, критикой? Я вот это не понимаю. Сидя на диване и что-то говорить. Я Волочкову знать не знаю. Ни друзья, ничего, не подписано на неё. И не лезу к ней в друзья. Я просто наблюдаю, что делает Волочкова, чем занимается, вообще чем занимаются люди. И вижу, что тем, кто сидит на диване и пишет гадости, по-моему, вам надо немножко спуститься на грешную землю. Вы, наверное, ничему не добились в своей жизни. А Волочкова, балерина, она отработала то, что полагается. Она танцевала на сцене Большого театра. А чего добились вы? Чего вы добились? Она продолжает трудиться, она продолжает чем-то заниматься, а вы только сидите на диване, как обломовые, и пишете гадости. Подписывайтесь на мой канал и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране из-за рыбы.